В ближайшие годы российский рынок таксомоторных перевозок ждёт неминуемая трансформация. Ведь перевозчикам придётся найти простую, недорогую и одновременно надёжную замену ушедшим бюджетникам популярных марок — то бишь Рио, Солярисом и прочим Рапидом. В будущую картину нового мира смогут встроиться не только бензиновые седаны китайских производителей, но также неожиданные новинки, вроде электрокара Atom, который сейчас разрабатывается акционерным обществом КАМА. Напомним, что Atom — это приподнятый четырёхметровый хэтчбек. В его основу ляжет заднеприводная платформа, для которой готовится электромотор российского производства и тяговая батарея компании Ренера — дочки Росатома. При этом инженеры стартапа сразу разрабатывают модификацию для пассажирских перевозок. И если обычные легковушки, закупаемые перевозчиками, имеют минимальный набор оборудования, то Atom должен удивить богатством профильного оснащения. Так, в исполнении такси появится максимальный набор водительских ассистентов, чтобы сделать поездки по возможности безопасными. В частности, заявлена система автоторможения, которая остановит пятидверку перед внезапным препятствием. Кроме того, достоинством электрокара станут фирменные страховые тарифы. Если сейчас российские таксисты часто избегают покупать дорогую страховку ОСАГО, то полис для Atom должен быть существенно дешевле, чем для других машин. При этом встроенная телематика сможет оценивать поведение таксистов, предлагая лихачам более спокойную манеру вождения. Соответственно, цена страховки будет зависеть от пробегов, оценок телематики и других параметров. Кстати, посадить за руль другого человека под своим аккаунтом, как это иногда делают водители, не получится. В салоне поставят камеру, обученную распознавать лица. А ещё специалисты КАМА прекрасно понимают, что такси приходится регулярно ремонтировать после аварий. Поэтому создатели электромобиля подсмотрели одно любопытное решение из мира коммерческого транспорта. Так, у грузовиков бамперы принято делать составными, чтобы можно было менять элемент не сразу целиком, а отдельными частями. Например, у газели Next передок собран из двух уголков, одной поперечины и решётки радиатора. У Атома передний бампер решено изготовить из пяти частей. Это сделает образ менее лаконичным, но удешевит будущий ремонт. Боковины кузова защитят накладками из неокрашенного пластика. Испытания аккумуляторных хэтчбеков продлятся до середины следующего года, а затем начнётся наладка серийного производства. Выпуском машин по контракту займётся московский автозавод «Москвич». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова